Здравствуйте, друзья! Хотелось бы немножко рассказать вот об этой флейте. Иногда вы ее встречаете на моих видео. Здесь написано «Дом звука». Эту свирель мне подарил Владимир Рыбин, который занимается заготовлением этнических флейт. У него есть группа ВКонтакте «Дом музыки». Хотелось бы сказать о качестве этого инструмента. Он сделан из дерева. Это свирелька Ре-мажор, 6 отверстий. Послушайте, как она звучит. Это очень, по моим меркам, очень качественный инструмент. И первая октава, и вторая. Все строит, все работает, все очень чисто и тонко. Единственное, когда я первый раз начала играть, я поняла, что мои свирели, они чуть легче, даже не чуть, а легче по дыханию. А здесь нужно додувать достаточно сильное дыхание. Но к этому можно привыкнуть. То есть я не считаю, что это какая-то проблема или мастер, в смысле, или какой-то недочет. Все очень индивидуальны. И все игроки очень индивидуальны. И каждому кому-то хочется полегче по дыханию, кому-то посильнее. Владимир подарил мне эту свирель, когда увидел, как я играю. Спасибо большое. Я очень признательна. И мне вообще интересно. Я не вижу других инструментов, к сожалению, и не играю на чужих инструментах. И вот сейчас у меня такой период, когда мне интересно сравнивать, интересно смотреть, как делают другие мастера. И поэтому это особо для меня ценно, что эта свирель оказалась у меня. Свирель очень качественная. И здесь совершенно другой ценник, нежели у меня. Вот. Но если вам интересно, то вы можете с огромной уверенностью обращаться к этому человеку. Он есть у меня в друзьях ВКонтакте. Владимир Рыбин. Я к чему? Очень часто спрашивают у меня деревянные свирели. Но я, к сожалению, и надеюсь, что пока их не делаю деревянные. Вот. Поэтому это надежный человек. Вы можете к нему обратиться, если вам хочется деревянный, качественный музыкальный инструмент. Кстати, про дыхание. Какой-то мастер делает крепкое, да, более сильное, какое-то послабее. Я в таком случае думаю, было бы прекрасно, если бы человек, для которого делается этот инструмент, стоял рядышком, да, и тут же играл, и говорил о своих ощущениях, чего ему хочется. Ну, как бы такое реально, но, наверное, невозможно. Вот. Вообще, каждый инструмент, он индивидуальный. Ну, как там, два одинаковых борща не сварить, так и две одинаковых свирели не сделать. То есть это постоянные занятия, постоянная практика, и вы привыкаете к этому инструменту. Спасибо. Всего доброго.